Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Информационное сообщение о пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Сегодня состоялся пленум Центрального комитета КПСС. Пленум рассмотрел вопросы, связанные с проведением съезда народных депутатов СССР. С докладом по этим вопросам выступил генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. На пленуме выступили товарищ Богомяков, первый секретарь Тюменского обкома КПСС, товарищ Манаенков, первый секретарь Липецкого обкома КПСС, товарищ Погребняк, первый секретарь Львовского обкома Компартии Украины, товарищ Дзасохов, первый секретарь Северо-Осетинского обкома КПСС, товарищ Ельцин, первый заместитель председателя Государственного строительного комитета СССР, министр СССР, товарищ Лагунов, вице-президент Академии наук СССР, ректор Московского государственного университета имени Ломоносова, товарищ Визиров, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана, товарищ Потапов, первый секретарь Иркутского обкома КПСС, товарищ Махкамов, первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана, товарищ Мироненко, первый секретарь ЦК ВЛКСМ, товарищ Карпов, первый секретарь правления Союза писателей СССР, товарищ Нишанов, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, товарищ Полосков, первый секретарь Краснодарского, крайкома КПСС, товарищ Колбин, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, товарищ Бразаускас, первый секретарь ЦК Компартии Литвы, товарищ Басистов, генеральный конструктор научно-исследовательского института радиоприборостроения Министерства радиопромышленности СССР, товарищ Фалин, заведующий Международным отделом ЦК КПСС, товарищ Малафеев, первый секретарь Минского обкома Компартии Белоруссии, товарищ Замятин, чрезвычайный и полномочный посол СССР в Великобритании, товарищ Самсонов, первый секретарь Ульяновского обкома КПСС, товарищ Пахитайло, первый секретарь Омского обкома КПСС, товарищ Арутюнян, первый секретарь ЦК Компартии Армении, товарищ Назарбаев, председатель Совета Министров Казахской ССР, товарищ Масол, председатель Совета Министров Украинской ССР, товарищ Думачев, член Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, товарищ Прокопьев, первый секретарь Якутского обкома КПСС, товарищ Рыжков, председатель Совета Министров СССР, товарищ Коптюк, вице-президент Академии Наук СССР, председатель Сибирского отделения Академии Наук СССР, товарищ Колпаков, министр черной металлургии СССР, товарищ Велихов, вице-президент Академии Наук СССР, директор Института Атомной Энергии имени Курчатова, товарищ Черномырдин, министр газовой промышленности СССР, товарищ Щадов, министр угольной промышленности СССР, товарищ Израэль, председатель Государственного комитета СССР по гидрометеорологии, товарищ Бойко, советник по экономическим вопросам посольства СССР в Социалистической Республике Румынии. Пленум рекомендовал для избрания председателем Верховного Совета СССР генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева. Пленум принял по обсуждавшимся вопросам соответствующие постановления. В заключении на пленуме выступил генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. На пленуме было оглашено заявление члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС Егора Кузьмича Легачева. Заявление публикуется в печати. Пленум принял к сведению, что прокуратурой СССР ведется рассмотрение вопросов, поставленных в заявлении товарища Легачева, о результатах которого будет доложено. На этом пленум ЦК КПСС закончил свою работу. Сегодня в Москве продолжалась регистрация народных депутатов СССР. Здесь, в Георгиевском зале, не так многолюдно. Это понятно, потому что большая часть народных депутатов СССР, которые прибыли сюда для работы на съезде народных депутатов, уже зарегистрировались. До съезда осталось не так много времени. Нужно собраться с силами, с мыслями. Впереди предстоит серьезная работа. Владимир Анатольевич Геро буквально несколько часов назад привел свой Ту-154 на московский аэродром. И привез практически, я не ошибаюсь, наверное, всю делегацию Таджикистана. Да, практически всю. Не устали? Нет, не устал. Готовы работать на съезде? Естественно, готов. С этой целью сюда и приехали. С чем приехали вы лично? Так, естественно, прежде всего, отстаивать свою программу, потому что считаю, что она жизненно и необходима для республики, для страны. Главный тезис вашей программы? Все-таки, прежде всего, вернуть реальную власть советам, потому что пока наш совет не будет ей обладать, все эти проблемы социальные, здравоохранения, народного образования, они практически никогда не решатся. Волнует проблема регионального развития также, потому что вот республика производит хлопок, но как сырье продает, а развиваем промышленность, значит, допустим, алюминиевый завод стоит, азотно-туковый завод, почему у нас не развивать свою промышленность? То есть здесь смысл один – вернуть настоящий суверенитет республике, что означает, чтобы республика могла выработать свои, допустим, три программы – научно-техническую, экономическую, социальную, принятие в качестве закона и руководствуясь вот этой программой, строить во всем своей промышленности, то есть экономику, культуру и так далее. Вот это я считаю основным сейчас. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Андрей Цейрулес, редактор газеты «Подомья Яунатне». Я также представитель Народного фронта Латвии. Народный фронт – это представляет все-таки интересы народа Латвии. Это очень большая, очень сильная, серьезная организация, очень действующая организация. Люди, когда нас проводили, они нам сказали, делайте, чтобы Латвия была свободна. Но тут же надо пояснить, что это значит. Это значит то, чтобы мы свои дела в республике, как политически, экономически могли бы решать у себя в республике. А сюда в Москву приехать, согласовать те вопросы, которые как раз касаются интересов всех республик. Какой пункт в вашей предвыборной программе считаете главным? Главным пунктом... И выполним ли он? Предвыборная программа, я считаю, повышение роли и ответственности местного самоуправления. И знаю, что он реален, выполним, тем более, что уже проект закона о местном самоуправлении роздан. Правда, я с ним разменулся в пути, значит, и очень мало времени дали на проработку, как мне сообщили уже земляки, все на все одни сутки. Это, конечно, неправильно. Это настолько серьезный закон, настолько ответственный, что к нему надо подойти очень внимательно, очень осторожно. И я уверен, что все должно стоять на свои места. А вы считаете, что надо в этом вопросе переделать? Он очень слабо подкреплен экономически, этот закон. А ведь должно быть подкрепление в обязательном порядке экономическое. Чтобы у нас сегодня власть была, ну, так сказать, реальной, надо иметь ей экономическую основу. То есть часть отчисления промышленных предприятий должны идти не полностью в государственный бюджет, а все-таки местным советом. Сегодня понедельник, съезд откроется в четверг. Сегодня в Москве открылся 25-й конгресс Международной ассоциации железнодорожных конгрессов и Союза железных дорог. Он посвящен проблемам совершенственной организации перевозок, повышению эффективности работы железнодорожного транспорта, в том числе и в международных сообщениях. Интересно, что один из первых таких конгрессов проходил в России, в Петербурге еще в 1892 году. Главная задача ассоциации – взаимный обмен научно-техническими достижениями, информацией. С большим вниманием участники форума выслушали приветствие Николая Ивановича Рыжкова, зачитанное министром путей сообщения товарищем Коноревым. В работе конгресса принимают участие делегаты более чем 40 стран мира. Среди них министры транспорта социалистических и капиталистических стран, руководители региональных компаний, ученые, которые ответили в ходе пресс-конференции на многочисленные вопросы журналистов. Альберт Николаевич, ну что может дать этот конгресс практически нашему народному хозяйству? Во многих странах железным дорогам составляют большую конкуренцию и другие виды транспорта. Ну, в условиях нашей страны несколько другие требования, но все они сводятся к тому, что я сказал – удовлетворить требования пассажиров и предприятий грузоотправителей. А это и новое качество перевозок, увеличение скоростей и сокращение сроков доставки грузов, отправление грузов методом от двери к двери, организация одного перевозчика с общей экспедицией, то есть создание всех удобств для всех, кто пользуется железнодорожным транспортом. Должна быть и эффективность высокая, чтобы себестоимость перевозок снижалась. Во время конгресса откроется выставка «Желдор Транс-89». Накануне открывающейся в конце мая в Брюсселе встречи на высшем уровне стран-участниц НАТО, государства-участники Варшавского договора приняли обращение к Североатлантическому Союзу. Они призывают к одновременному распуску обоих военно-политических союзов, а в качестве первого шага их военных организаций. Государства-участники Варшавского договора подтверждают свое предложение о проведении отдельных переговоров по тактическому ядерному оружию. Они поддерживают решение СССР о выводе в одностороннем порядке в 1989 году с территорией союзных государств на свою территорию 500 боеголовок тактических ядерных средств, а также выраженную им готовность в течение 1989-1991 годов вообще вывести с территории своих союзников все ядерные боеприпасы при условии аналогичного ответного шага со стороны США. Назрела необходимость распространить переговорный процесс и на военно-морские силы, и их вооружение, начав с охвата их мерами доверия, говорится в документе. Государства-участники Варшавского договора обращаются к государствам Североатлантического союза с предложением установить между обоими союзами отношения политического диалога, а также контакта между их представителями. Полностью текст обращения будет опубликован в печати. Руководители Аргентины, Греции, Индии, Мексики, Танзании и Швеции, участники инициативы «Шести за мир и разоружение» направили в адрес Михаила Сергеевича Горбачева и президента США Джорджа Буша совместное послание, приуроченное к пятой годовщине со дня создания группы «Шести». Отмечая прогресс, достигнутый в деле разоружения, авторы послания призывают Советский Союз и Соединенные Штаты Америки не только не ослаблять усилий в этом направлении, а наоборот наращивать их. Что же касается группы «Шести», то она готова продолжить совместную работу, а также сотрудничать с другими странами в ООН и различных международных форумах для достижения конечной цели – обеспечения мира и безопасности во всем мире. Полностью текст послания будет опубликован в печати. В Организации Объединенных Наций распространено письмо Эдуарда Амвросиевича Шеварднадзе на имя Переса де Куэльера в связи с решением Генеральной Ассамблеи ООН созвать не позднее 1992 года конференцию ООН по окружающей среде и развитию. Советский Союз убежден, говорится в письме, что эта конференция призвана стать важнейшим событием в международной природоохранной деятельности. Она во многом определит стратегию экологического выживания нашей планеты. Исходя из этого, СССР предложил провести конференцию на высшем политическом уровне, что отвечало бы масштабности стоящей перед ней задачи. В документе подробно излагаются предложения СССР по повестке дня конференции. О других событиях международной жизни рассказывает Владимир Молчанов. Добрый вечер. Наступившая неделя, как обычно, будет насыщена многими важными международными событиями. Из которых я бы выделил такие. Визит Войцеха-Юрузельского в ГДР, выборы президента ФРГ. Правда, там выдвинут только один кандидат, нынешний президент фон Вайтзекер. Ну, если он будет избран, что, скорее всего, и произойдет, то в среду выступит в Бонне на собрании, посвященном 40-летию создания ФРГ. А Джордж Буш на этой неделе обещает обнародовать некоторые результаты анализа военной политики администрации США, после чего он отправится с визитом в Италию. Вот такие события ожидают нас на этой неделе. Тем временем средства массовой информации мира активно обсуждают итоги официального визита Михаила Сергеевича Горбачева в Китай. Мы пригласили в студию программы «Время» политического обозревателя правды Всеволода Овчинникова, который только что вернулся из Пекина. И вот его мнение о том, что может принести нам и миру нормализация советско-китайских отношений. Нам наверняка предстоит еще не раз возвращаться к этому событию, чтобы в полной мере осмыслить его значение. Сегодня я хотел бы коснуться лишь одного из возможных последствий советско-китайской нормализации, ее роли как катализатора общеазиатского процесса. Видно, и пекинские ученые говорили мне, что нормализация советско-китайских отношений особенно важна на фоне новых тенденций в мирохозяйственных связях. Во-первых, главный центр экономической активности все заметнее перемещается из Атлантики в Тихоокеанский бассейн. Во-вторых, естественным откликом на формирование единого общеверопейского рынка, американо-канадской зоны свободной торговли стала тяга к интеграции и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайские экономисты считают весьма перспективной идею регионального сотрудничества в Северо-Восточной Азии. В качестве его возможных участников они называют Китай, СССР, Японию, Северную и Южную Корею. Идея стоит в том, чтобы для разработки советских природных ресурсов использовать китайскую рабочую силу, японскую, а также южнокорейскую технологию и капитал. Если бы в Советском Приморье было решено создать зону совместного предпринимательства, говорили мои собеседники, Китай был бы заинтересован участвовать в ее освоении. Три десятилетия наши страны были словно разделены стеной. А теперь они смогут, образно говоря, сыграть роль моста. В Пекине считают, что в 90-х годах следует ожидать значительной активизации хозяйственного взаимодействия между Европой и Азией. И огромную роль тут могут сыграть новые формы сотрудничества между Китаем и Советским Союзом. Перед нашими странами открывается перспектива стать как бы опорами моста между Европой и Азией, между Атлантикой и Тихоокеанским бассейном. И это уже не мечты, а планы, которые начинают осуществляться. Москва предоставила Пекину кредит на строительство железной дороги в Синьдзяне, которая сомкнет транспортные сети двух стран и станет кратчайшим путем из Китая в Европу наподобие великого шелкового пути древности. Шагнув на встречу друг к другу, СССР и Китай опровергли домыслы о неизбежности длительной вражды между ними. Тем самым они сообща устранили серьезный очаг напряженности в Азии и внесли весомый вклад в укрепление мира и стабильности в регионе. Политическая жизнь там сейчас явно обрела новый динамизм. Состоялась китайско-индийская встреча на высшем уровне. Возобновлен политический диалог между Пекином и Ханоем. Делают шаги на встречу друг к другу страны Индокитая и члены АСИАН. Обретают реальные контуры политического регулирования в Кампучии. Намечаются новые подходы к проблемам Корейского полуострова. Нормализация советско-китайских отношений отражает общую направленность всех этих перемен и в то же время стимулирует их. Взаимодействие между нашими странами может стать ускорителем интеграционных тенденций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стимулятором общеазиатского процесса. Конечно, все мы сознаем высокую ценность нормализации советско-китайских отношений. И, конечно, вместе с остальным миром внимательно следим за той непростой ситуацией, сложившейся в Пекине в последнее время. По сообщениям агентства Синьхуа, днем на улицах Пекина было относительно спокойно. Хотя, несмотря на введение военного положения, в столице и в ряде других городов продолжаются массовые выступления молодежи и студентов, которых поддерживают представители интеллигенции. Несколько минут назад мы связались по телефону с нашим пекинским корреспондентом Владимиром Куликовым. К лозунгам и плакатам, призывающим к расширению демократии и ускорению реформ, вывешенным на городских улицах, прибавляются новые. Они связаны главным образом с армейской темой. О возможности вмешательства армии в создавшуюся ситуацию говорил премьер госсовета, товарищ Липен, выступая на недавнем совещании партийных государственных армейских работников. По пекинскому телевидению выступил заместитель мэра Пекина, товарищ Джан Бэйфа. Он говорил о трудных проблемах 10-миллионного города, возникших в результате нарушения работы транспорта и перебоев в деятельности многих предприятий. Возникли трудности с доставкой овощей и молока, с уборкой мусора, возникает напряженность с топливом. В городе распространяются листовки, вывешиваются лозунги, в которых отдельные организации студентов излагают свои требования к руководству страны. Студенты требуют самым решительным образом пресечь коррупцию и предлагают, чтобы эта кампания началась с выведения на чистую воду детей высших руководителей страны, замешанных в коррупции, отменить привилегии высших кадровых работников и тому подобное. Этот рассказ о ситуации в Пекине я хотел бы продолжить сообщениями о других событиях дня, поступившими уже по каналам космической связи. Сегодня в Берлине по завершении дружеской встречи между Эрихом Хонекером и Войцехом Ярузельским подписан ряд документов, которые содействуют укреплению дружбы и сотрудничеству между двумя государствами. Подписаны также соглашения между ЦК СЕПГ и ПОРП о долгосрочном сотрудничестве в общественной сфере и совместная декларация о принципах, задачах и целях по дальнейшему развитию культурного сотрудничества до 2000 года. Президент США Джордж Буш выступил в Бостонском университете с изложением взглядов его администрации на отношения США с западноевропейскими странами. Он приветствовал осуществляемые Францией и Великобританией программы модернизации их ядерных сил. Коснувшись отношений с Советским Союзом, президент заявил, «В наших поисках прочного мира я испытываю благодарность за шаги, предпринимаемые господином Горбачевым». На наших глазах продолжал Буш. В Советском Союзе происходят далеко идущие перемены, которые сулят стать прочными и устоявшимися. В марокканском городе Касабланка открылась конференция министров иностранных дел арабских стран. Основные вопросы повестки дня предстоящего общеарабского совещания в Верхах – это нормализация отношений между арабскими странами, положение в Ливане и на оккупированных арабских территориях, перспективы решения ближневосточной проблемы, окончательное прекращение конфликта между Ираном и Ираком. Впервые после десятилетнего перерыва в работе общеарабской конференции принимает участие Египет. Сегодня с испытательного полигона в штате Ориса произведен успешный запуск первой индийской ракеты средней дальности. Вес этой четырехступенчатой ракеты, созданной индийскими специалистами, 75 тонн. Дальность полета составила около 1600 километров. Премьер-министр Израиля Ицхак Шамир прибыл в Великобританию. Британские власти приняли повышенные меры безопасности в аэропорту Хитроу. Сегодня состоится встреча Шамира с премьер-министром Маргарет Тэтчер и другими официальными лицами. Главная тема переговоров, конечно, обстановка на Ближнем Востоке. А тем временем на оккупированных Израилем арабских территориях обстановка резко обострилась. Провокационные заявления Израиля депортировать любого палестинца, нарушающего порядок, вызвало возмущение арабского населения. В ходе столкновений с карателями убиты четверо палестинцев. Десятки ранены, в том числе дети. Сегодня в Брюсселе открылась сессия Совета министров Европейского экономического сообщества. На рассмотрение министров иностранных дел стран общего рынка представлен проект мандата на проведение переговоров о заключении соглашения о торговом и экономическом сотрудничестве между ЕС и Советским Союзом. Вновь открыта для посещения пирамида Хеопса. Благодаря кропотливому труду реставраторов, одно из семи чудес света предстало взору местных и иностранных туристов во всей своей первозданной красе. Для сохранения одного из величайших творений древних используются самые современные средства электроники, чутко реагирующие на любые изменения температуры и влажности. Ну а следующая новость поступила из Будапешта и я думаю, она заинтересует не только медиков, но и особенно людей, живущих в отдаленных и труднодоступных районах, каких у нас, кстати, немало и где порой бывает очень непросто оказать экстренную медицинскую помощь. С аэродрома в Будапеште поднялся и взял курс на Париж необычный вертолет. Наземные службы нескольких европейских стран были поставлены в известность, что специально оборудованный летательный аппарат направляется на международный авиасалон в Бурже. Вертолет Ми-17 переоборудован для применения в спасательных мероприятиях, в самых экстремальных ситуациях. Землетрясения, лесные пожары, наводнения, другие бедствия, возникающие и в нашей стране, и в разных районах Земли, остро поставили вопрос о создании мобильных средств быстрого оказания медицинской помощи попавшим в беду людям. Некоторые западные фирмы предлагают для этих целей хорошо оснащенные вертолеты, которые, однако, не предоставляют столь широких возможностей, какими располагает летающий госпиталь советско-венгерского производства. В этом просторном салоне можно, например, провести тотчас после посадки или даже прямо в воздухе, ведь дорога бывает каждая секунда, хирургическую операцию любой сложности. Для этого известная фирма Медикор разработала и поставила самое современное оборудование, приборы, всевозможные приспособления. Что примечательно, наш авиаэкспорт и его венгерские партнеры, используя новые возможности налаживания прямых внешнеэкономических связей, сумели подготовить выпуск такой необходимой и добротно выполненной машины за считанные месяцы. Хороший пример целеустремленного, четко спланированного взаимодействия. Хорошо, что за считанные месяцы удалось выпустить такую машину. Будем надеяться, что она не останется лишь выставочным экспонатом, ибо такие медицинские вертолеты действительно необходимы стране, причем не в отдаленном будущем, а сейчас. Предлагая вашему вниманию наш следующий репортаж, хотел бы сказать вот о чем. В последнее время с тревогой довольно часто мы читаем сообщения о изъятии сотрудниками милиции у различных лиц огнестрельного оружия. У Запада мы, увы, пытаемся перенимать не только хорошее, но и зачастую плохое. И все-таки хочется верить, что то, о чем расскажет вам Борис Калягин из США, у нас никогда не превратится в деталь повседневного обихода. Право американских граждан хранить и носить оружие гарантируется второй поправкой Конституции США. Купить его можно в специализированных магазинах, таких как, например, вот этот, в городе Балтимор. Что нужно для того, чтобы купить пистолет? Во-первых, вы должны жить в нашем штате, Мэриленд. Нужно предъявить также водительские права и карточку социального страхования. А если покупать винтовку? Для винтовки или охотничьего ружья достаточно водительских прав. Нужно заполнять специальную анкету с вопросами? Да, нужно ответить на ряд вопросов. Например, сидел ли раньше в тюрьме, принимаешь ли наркотики. Но, наверное, вряд ли кто признается, что он наркоман. Это, конечно, так. Можно написать что угодно. Здесь говорят в шутку, что пистолет стал для американца такой же непременной деталью повседневного обихода, как зубная щетка. Время от времени, однако, возникают ситуации, когда, как говорится, не до смеха. Слишком часто стали открывать огонь даже 15-летние подростки. Конечно, речь не идет о том, чтобы запретить в США продажу винтовок или пистолетов. Против этого выступили бы, наверное, большинство жителей страны. Но громче зазвучали требования поставить оружие под более жесткий контроль. Под давлением общественности президент Буш ввел ограничения на ввоз Соединенные Штаты полуавтоматического оружия. А затем и вообще временно запретил его импорт в страну. Однако приобрести здесь полуавтоматы, сделанные в самих Соединенных Штатах, столь же просто, как мы видим, что и раньше. Не решился Белый дом затронуть интересы собственных производителей оружия. Стоит ли говорить о том, что никакого эффекта принятые им полумеры не принесли? Ну, а закончить наш международный обзор мне придется двумя неприятными сообщениями. Именно так сегодня на брифинге в пресс-центре МИД СССР было названо известие о высылке правительством Великобритании 11 сотрудников советских учреждений из Лондона и об объявлении персонами нон-грата трех советских сотрудников, ранее покинувших страну. Как и обычно, в подобных случаях всем им приписывается неприемлемая деятельность. Посол Великобритании в Москве был приглашен в МИД СССР, где, как сообщили на брифинге, его внимание было обращено на то, что советская сторона располагает доказательной информацией о противоправной деятельности ряда сотрудников британских учреждений в Москве в интересах английских спецслужб. В связи с этим в течение двух недель 11 английских сотрудников должны покинуть СССР, а трое граждан, ранее работавших в Москве, объявлены персонами нон-грата. Второе сообщение касается попытки захвата террористами советского самолета, выполнявшего рейс Луанда-Дарес-Салам, с целью вынудить экипаж приземлиться в ЮАР. К счастью, советский экипаж предотвратил этот террористический акт. Воздушный пират захвачен и передан властям Танзании. Никто не пострадал. Вот на этом я и закончу и снова передаю слово Азе Лихитченко. Как мы уже сообщали, вечером 20 мая на железнодорожной станции Алма-Ата-2 произошло столкновение двух маневренных поездов. Создана правительственная комиссия, которая занимается ликвидацией последствий катастроф. Уже через 12 часов 22 семьи, потерявшие кровь, были вселены в новый дом. Республиканское общество Красного Креста и Фонд Милосердия оказывают пострадавшим материальную помощь. Организовано бесплатное питание, выдается одежда, необходимые хозяйственные утварь. В больницах Алматы, где находятся пострадавшие, имеется в достатке необходимая аппаратура и литер. Я бы хотел отметить здесь очень активную работу со стороны нашей медицинской больницы. Сегодняшнюю ночь из Москвы мы получили необходимое количество медицинских препаратов и оборудование. Кроме того, для оказания помощи прибыли сюда специалисты зажогового центра. Я бы хотел отметить весьма их квалифицированный, грамотный подход к оказанию помощи больным, особенно тем, кто получил тяжелые ожоги. И пользуясь случаем, я бы хотел выразить большую благодарность москвичам, специалистам Минздрава за ту оперативную помощь, которую они оказали нам, нашим медицинским работникам. Состоялся очередной пленум Верховного суда СССР. Пленум рассмотрел представление Генерального прокурора СССР о даче судам руководящего разъяснения по вопросам, возникшим в связи с применением статьи 11 прим закона СССР об уголовной ответственности за государственные преступления в редакции указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1989 года. В докладе председателя судебной коллегии по уголовным делам товарища Тихомирного в выступлениях участников пленума и лиц, приглашенных на его заседание, отмечалось, что запросы с мест и ряд публикаций в прессе свидетельствуют о том, что правильному пониманию термина закона дискредитация придается исключительно важное значение. Пленум разъяснил судам, что под дискредитацией следует понимать умышленное, публичное распространение клеветнических измышлений, то есть заведомо ложной информации с целью подрыва доверия к высшим органам власти и управления СССР, иным органам, общественным организациям и должностным лицам, перечисленным в названной статьей закона. При этом пленум особо подчеркнул, что сообщения в печати и любой иной форме сведений, отражающих недостатки в деятельности указанных органов, общественных организаций и должностных лиц, критика их в связи с этим состава преступления не образуют. Пленумом рассмотрены протесты председателя Верховного Суда СССР и генерального прокурора СССР по судебным делам. В их числе свыше 50 дел на лиц, подвергшихся необоснованным репрессиям в 30-е и 40-е годы и начале 50-х годов. Почти все эти лица были признаны виновными в совершении особо опасных государственных преступлений и приговорены к максимальным срокам лишения свободы, а некоторые расстреляны. Наиболее частым было обвинение в проведении антисоветской агитации, тогда как высказывания осужденных никаких призывов к свержению, подрыву или ослаблению советского строя не содержали. При рассмотрении дел о наиболее тяжких преступлениях, шпионаже, террористической деятельности и вредительстве, пленумом установлено, что обвинение по ним было сфальсифицировано либо основывалось на таких доказательствах, которые не могли быть признаны достаточными. В связи с этим все осужденные по этим делам также реабилитированы. По другим делам пленум исправил допущенные судами ошибки в квалификации преступлений при определении мер наказания в решениях по вопросу о пределах материальной ответственности за содеянное. Полностью отчет о работе Пленума Верховного Суда СССР будет опубликован в печати. В Узбекистане проходят торжества, посвященные столетию со дня рождения Хамзы Хакимзаде Ниязи. Пламенный поэт и революционер, автор первых национальных опер, драматург и режиссер Хамза Хакимзаде Ниязи обладал незаурядным талантом и энциклопедическими знаниями. Его пьесы «Бай и Батрах», «Проделки Майсары» вошли в сокровищницу многонациональной советской драматургии. Юбилей поэта собрал не только гостей из братских республик, но и из-за рубежа торжества на родине поэта начались с посещения места трагической гибели поэта. Здесь, в Шахимардане, состоялось открытие мемориального комплекса, посвященного поэту. На торжества в Шахимардан приехало много сподвижников хамзы, среди которых и 78-летняя племянница поэта Софияхан Джамалова Ниязи. Здесь же построен музей хамзы, где воссоздан интерьер комнаты поэта, собраны документы, рассказывающие, как хамза организовывал бывших батраков в артель, открывал красную чайхану, проводил меджлисы за раскрепощение узбечек. А этот экспонат особенный. В 1926 году, когда хамза первым среди писателей Узбекистана был удостоен звания народного поэта, первый президент республики Юлдаш Ахумбабаев подарил это пианино. Юбилейные мероприятия в республике завершились торжественным собранием, посвященным столетию со дня рождения поэта, которое состоялось в узбекском государственном академическом большом театре имени Наваи в Ташкенте. Сегодня в Москве завершился международный фестиваль телевизионных программ о народном творчестве «Радуга». Неделю длился фестивальный марафон. И вот торжественное закрытие фестиваля. Международное жюри просмотрело более 40 программ. С конкурсными работами, представленными на фестивале «Радуга», познакомились советские и зарубежные журналисты, представители творческих и общественных организаций нашей страны. А теперь настало время вручить призы международного жюри. Первое место завоевала программа «Бельгия», телекомпания «РТБФ», «Крики сердец», «Припевы улиц». За доброту и проникновенность повествования о том, что не хлебом единым живы и счастливы наши старики. За искусство приобщать зрителей к пониманию этой истины. Приз будет выслан в Бельгию. Второе место завоевал чехословацкий фильм «Воспоминания в картинах Зюзаны Ванаусовой за творческое воспроизведение на экране мира живописных образов народной художницы. Приз вручается драматургу Геди Мелихеровой. Конкурсная работа телевидения Польши за липье фольклорная географическая карта также вошла в число лучших трех. Приз вручается автору программы Едвиге Старчевской. Вручены также призы творческих союзов и общественных организаций программам Австрии, ГДР, Китая, Финляндии, Монголии. Завершился первый этап международного фестиваля «Радуга». Начинается второй этап показ конкурсных работ, представленных на «Радугу» по центральному телевидению. Напомню, судьбу главного приза гостелерадио СССР решат телезрители. Как сообщалось ранее, 11 января 1989 года прокуратурой СССР по обвинению в получении взяток был арестован бывший второй секретарь ЦК Компартии Молдавии Смирнов. В ходе тщательного расследования предъявленное ему обвинение подтверждения не нашло. Установлена его невиновность. 22 мая дело в отношении Смирнова прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления он освобожден из-под стражи. Прокуратура СССР приносит извинения товарищу Смирнову за допущенные по отношению к нему работниками прокуратуры серьезные нарушения социалистической законности. Подробная информация о проведенном расследовании будет опубликована в печати. Добрый вечер, товарищи. Вначале о мировом рекорде по скоростному плаванию в ластах который был установлен в Воронеже где завершился чемпионат страны. Сборная Российской Федерации за которую плыли Зубрич, Мурсалимов, Михеев и Ахапов и стафету 4 по 100 метров закончила через 2 минуты 34,55 секунды почти на секунду улучшив прошлогоднее достижение. Сегодня в Москве в Госкомспорте журналисты смогли впервые после велогонки мира побеседовать прошедшему состязанию. Говорилось, что основные причины неудачи Салутан, содержащий эфедрин и нерасторопность врача, повлекшие дисквалификацию капитана сборной. Но ведь есть еще и соревнования, на которых наши гонщики остаются без медицинского присмотра и там они могут принимать от простуды все что угодно. Так уже было в Италии, откуда пришло сообщение о том, что в анализе Абдужапарова был найден псевдоэфедрин. Как быть? Вопрос этот бесспорно требует решения, так же, как и проблемы падающего интереса к велогонке мира. Возможно, имеет смысл и усложнить ее. Ведь посмотрите, с каким трудом даются последние километры участникам Джиро Ди Италии, которые финишируют на этапе на высоте 1300 метров. Интерес такая гонка вызывает огромный, в первую очередь из-за того, что предсказать победителя здесь крайне сложно. Сегодня буквально два часа назад Иван Иванов был пятым на этом этапе, а Петр Угрюмов в 10-м. И эти места позволили журналистам сказать, что советские велогонщики включились в борьбу с сильнейшими. Победил же сегодня португалец Дасильва, который и возглавил общий зачет. Мы имеем возможность показать вам победный финиш Ирины Богачевой из Фрунзе, которая быстрее всех соперниц пробежала традиционный международный марафон в Кливлинге, в США. Следом за ней закончила дистанцию Ирина Скляренко из Днепропетровска. У мужчин быстрее всех 42 километра проиграл ему 32 секунды. Мы знаем с вами города-побратимы, но вот организаторы этого состязания решили объявить его побратимом московского международного марафона мира. Отборочный матч чемпионата мира по футболу в пятой европейской группе игрался в Осло. Встречались футболисты Норвегии с командой Кипра. То, что норвежцы поднимутся в турнирной таблице уже после четырех игр выше французов, сюрприз. И тем не менее, это так. Мы видели, как Освальд и Брадзет дважды добивались успеха, причем оба раза после розыгрыша стандартных положений. Третий мяч провел Сорлот. Сейчас вы это увидите, а затем Калландрис смог забить единственный ответный гол. 3-1 победили норвежцы и занимают третье место вслед за командами Шотландии, Югославии, а французы на четвертом месте. Достаточно большой интерес у ведущих теннисистов мира вызывает начавшийся сегодня в ФРГ розыгрыш командного Кубка мира. В отличие от и хотя сильнейшие имеют право выбора турнира, они отдают предпочтение этому. Во-первых, из-за того, что он на земляном покрытии и предшествует неофициальному чемпионату мира на кортах Ролан Гарос. А во-вторых, из-за притягательности азарта командной борьбы. Уже в первом круге жребий свел возможных победителей шведов с теннисистами Чехословакии. И в споре между Эдбергом и Мечержем, один из которых выиграл Уин Балдона вторую Олимпиаду, на этот раз сильнейшим оказался швед. Но спор их многолетний и, конечно, будет продолжен. Добрый вечер. Синоптикам часто приходится сталкиваться с парадоксальной ситуацией. Даже если похолодание и было спрогнозировано, все равно слышишь слова недовольства. Ведь погода-то испортилась. И тем не менее, рассказ о погоде ближайших дней я начну именно с тех районов, где будет холодно. Собственно говоря, в северном центральном Волговятском районах похолодало уже в воскресенье. А сегодня холодный воздух распространился в черноземной области России и в Белоруссию. Особенно заметным это похолодание будет в ночные часы. Ведь во всей северной половине европейской территории страны от Таллина до Перми, от Кольского полуострова до северо-западных областей Украины ожидаются заморозки. Да и днем от Мурманска до Курска всего плюс 7, 15, еще холоднее в Коме АССР плюс 2,8. Здесь пройдут небольшие дожди в Центральном и Волговятском районе со снегом. В Прибалтике и Северо-западном районе дневные температуры выше, плюс 12,19. Прохладная погода продержится здесь по крайней мере дня три, и лишь к концу недели, начиная с западных районов, температура постепенно начнет повышаться. А теперь взгляните на спутниковый снимок. Вот этот атмосферный фронт разделяет холодный и относительно теплый воздух. Завтра он сместится к юго-востоку и принесет дожди, грозы, шквалистый ветер в Приазовье, внизу Ведоны, на Северный Кавказ, в Среднее и Нижнее Поволжье. Здесь также станет прохладней. На Средней Волге и в Заволжье плюс 12,17, в Молдавии, на Украине, в Ростовской области и на Северном Кавказе плюс 15,23. До Закавказья эта волна прохладного и влажного воздуха пока не доберется. И завтра здесь будет жарко от 25 до 32 градусов. А кратковременные дожди возможны лишь местами на западе Грузии и в Армении. Но уже в среду вот эта зона облаков перевалит Кавказские горы, здесь начнутся дожди и станет прохладней. В Ленинграде завтра без осадков, днем 15,17 градусов тепла. В Москве в ближайшие два дня будет холодно. Ночью плюс 2,4 по области до минус 1. Днем плюс 8,10. Местами небольшие дожди возможно со снегом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, товарищи. Прежде чем предоставить слово народным депутатам, с которыми мы встречались, беседовали, регистрация весь идет уже третий день и здесь в Георгиевском зале побывало уже большинство депутатов, позвольте несколько очень коротких замечаний. Удивительное ощущение испытываешь от общения с ними, ощущение абсолютной закономерности их избрания, глубокой заинтересованности, я бы сказал, глубочайшей в успехе дела перестройки, который обязательно зависит от решений, принятых на съезде с их участием. говоришь с депутатом и обязательно чувствуешь его озабоченность теми проблемами, которыми живут сегодня его избиратели. Причем не просто озабоченность проблемами, а, так сказать, глубокое знание этих проблем и готовность предложить пути их решения, готовность к борьбе за эти решения, к активной борьбе, к активной политической деятельности. Хотя, в общем-то, для многих из них, не для многих, а для абсолютного большинства, дело это абсолютно новое. Три депутата из Кемеровской области. Рабочий, медик, юрист. У нас все депутаты от Кузбасса первый раз избраны народными депутатами и вообще в состав такого высшего органа власти. Поработаем, привыкнем. Конечно, работать под шахтой намного легче. чем здесь, вот здесь. Ну, тут, в помощь, посмотрю, как, как говорится, буду учиться, ну, и свою точку зрения, свою рабочую, которую мне парни наказали, как говорится, буду отстаивать, несмотря ни на какие ранги. Чувствую себя нормально, потому что, как врач и как специалист по охране окружающей среды, имею задачу проведения деколонизации Сибири и пресечения варварского разграбления наших национальных и кузбасских богатств за счет здоровья и условий жизни наших людей. Вы представляете себе, как откроет съезд, как он будет работать, как будет организован? В общем, все так, конечно, представляю. Есть, так сказать, штатные вопросы, заложенные в Конституции, их не обойти, их нельзя исключить, и начинать надо прежде всего с них. А дальше, видимо, определиться уже по ходу работы съезда. Значит, Вы считаете, что надо начинать с выборов Верховного Совета и представителей Верховного Совета? Несомненно, несомненно. Депутат, у меня обязанности, ну, в принципе, права и, как говорится, чтобы статус депутата был узаконен или как-то... Я тоже присоединяюсь к тому, что сказали мои товарищи, надо каким-то образом в связи с новыми веяниями, которые происходят в стране, наш статус более широкими полномочиями облечь, а то вот сейчас до приезда сюда мы сталкиваемся с морем человеческих несчастья и ничем помочь не можем, потому что все, что пишут нам люди, мы вынуждены отсылать тем людям, которые чинят зло. И я хотел бы, чтобы как раз у нас была возможность противостоять этому безобразию. Как-то это Ваша депутатская работа, если она уже началась? Началась, началась, началась сразу же, буквально на следующий день после выборов. В основном, сейчас, ну, слушаю людей. Если предвыборная кампания сводилась к тому, что слушали меня, задавали вопросы, то есть избиратели пытались прощупать, что я за человек, то сейчас я, наоборот, пытаюсь слушать избирателей, вникнуть в их проблемы, нужды конкретные, иногда мелкие, иногда не очень мелкие. И основной вывод, к которому я пришел за эти дни, к сожалению, неутешительный. Очень много обиженных, просто обиженных людей. Вот вы, юрист, как вы считаете, какие законы? И вообще, должен ли Съезд ограничиться решением организационных вопросов? Или он должен уже внести свой клад в определенное новое законотворчество? Знаете, я бы ответил на этот вопрос так. Я бы не стал сейчас акцентировать внимание, как делают многие народные депутаты, на том, какие необходимо принять законы. Я бы попробовал сконцентрировать внимание съезда и призвал бы к этому народных депутатов, чтобы они обратили внимание на формирование правовой политики. То есть, не устанавливать очередь, в каком порядке, что, зачем принимать, какой закон, а выработать принципиальные подходы к формированию правовой политики, чего, к сожалению, на сегодняшний день нет. Какая главная проблема волнует ваших земляков, ваших товарищей шахтеров, которые вы собираетесь ставить на съезд? Ну-ка, шахтеру много проблем, у нас, у шахтеров. Вот сейчас парни, ну, что, ну, поехали, хватит уголь добывать, хватит горы ворочать. Мы его там разворотили, Междуречность, Кузбасс, все, а уголь лежит, вот честно говорю, лежит, горит он, пропадает. Непонятность с судьбой Кузбасса. Мы даем больше всех угля в стране, а это очень больно сказывается на нашем здоровье и на окружающей среде. Сколько надо угля в стране, ничего толкового мы узнать не можем. Нет никакой экологической программы в стране, нет экологической программы для Кузбасса. Каждое ведомство старается увеличить добычу угля или выпуск металла. Химическая промышленность, вот в частности наш родной город, она давит до предела. И никаких научных проработок в этом плане нет. Вот если вам дадут слово на съезде, о чем вы будете говорить в первую очередь? Здоровье человека, экологическая ситуация и пути выхода из этой экологической ситуации. О будущем. То есть, если будет молодое поколение здоровым, если будет молодое поколение грамотным, оно свернет горы. Образование, здравоохранение. Две вещи, которые мы не обойдем, как бы ни пытались. И чтобы была врач на места. Разные они народные депутаты, разный жизненный политический опыт, разные представления о том механизме народной власти, который отдает сейчас в их руки депутат Крайко, член Московского клуба народных депутатов. Все, что происходит сейчас в стране, происходит впервые. В общем, обстановка, она необычная, сложная. Вместе с тем, она и настораживает, и воздушевляет. Вот с какими ощущениями вы, как депутат, идете на съезд? Ну, я надеюсь, что вот вторая часть вашей фразы, что обстановка воодушевляет, она все-таки как раз и реализуется. Хотя, действительно, очень такое напряженное время, время взрывоопасное, я бы сказал. Поэтому, мне кажется, мы не должны очень затягивать принятие решений. Хотя, конечно, желательно и надо постараться, чтобы съезд не превратился просто в машину от голосования. Я надеюсь, что мы выберем работоспособный Верховный Совет. И, главное, даже если те или иные депутаты не попадут в этот Верховный Совет, сейчас имеется возможность принимать участие в его работе фактически всем, кто пожелает это сделать. И вот это дает базу как-то расшевелить этот Верховный Совет, сделать его органом, где в дискуссиях, в обсуждениях, в столкновениях разных мнений будут вырабатываться по-настоящему ну, такие нужные нам законы. Понимаете, лишенные крайностей законы. Законы, которые у нас до последнего времени очень часто многое принимается поспешно, причем без обсуждения и без столкновения противоположных точек зрения. У меня такое впечатление. И вот я надеюсь, что в новом Верховном Совете это будет не так, в его комиссиях также. Я надеюсь, по крайней мере, и по-моему, уже руководство к этому готово. Мы приостановим действия закона от 8 апреля. Я думаю, аналогичные меры должны быть приняты в отношении закона о митингах и демонстрациях, применении внутренних войск, ну и о ряде других законов, которые нуждаются в серьезной доработке, причем в принципиальной доработке. Представьте себе, закончился съезд, в каком случае вы поставили себе, как депутату, пятерку за участие в его работе? Я думаю, что если мы выберем достаточно дееспособный Верховный Совет, ну, а я думаю, мне представляет, что из туда попадет даже небольшое количество таких активных депутатов, процентов пять, ну а десять это совсем хорошо, то это уже будет хороший Верховный Совет. Если нам удастся сформировать комиссии, в которые войдут крупные специалисты по профилю этих комиссий, то тогда я считаю, что можно поставить, ну не мне, а наверное депутатам отметку, вот пятерку. Продолжение следует...